Первый том добротолюбия Святого Аввы Исаия Поучение Простишь ему, что будешь подражать в природе Иисуса А если взыскнешь, то в природе Адама Если же возьмешь в рост, то это будет не по истесу, даже и Адама, разумеется, ниже или против него Когда кто обвинит тебя по какому-либо делу, которое ты сделал или не сделал То если ты смолчишь, это будет по природе Иисуса Если скажешь в ответ, что я сделал, то это будет не по его природе Если же противоречишь слово за слово, то это будет против природы его Если совершая службу своей, молитвенные последования, совершаешь их смиренно мудрее, как недостойные, то они приятны Богу Если же при всем зайдет на сердце твое и помянешь, как другой в эту пору спит или не родит об этом деле, то труд твой бесплоден Опять сказал смиренно мудрее, что оно не имеет языка, чтобы сказать о ком-либо, что он не родив Или о другом, что он презритель есть Ни о тени не имеет, чтобы усматривать недостатки других Ни ушей не имеет, чтобы слушать неполезные для души своей И ни до чего ему дела нет, кроме грехов своих Только всем людям оно мирно, по заповеди Божией, а не по дружбе какой Кто и по шесть дней будет спаститься и вдаст в себя великие труды и заповеди, подвиги Помимо пути этого, все труды его напрасны Сказал опять, если кто приобретает вещь какую для своей нужды, а во время нужды не найдет ее То напрасно он приобрел ее Таков тот, кто говорит, боюсь Бога А когда поставлен бы это обстоятельство, где нужен был этот страх Когда, например, находится в необходимости говорить с кем И в это время чувствует или припадки гнева и дерзкой несдержанности Или позыв учить другого тому, до чего сам не достиг Или движение человека в годе, или желание сделать именитым среди людей И прочих страстей проявления Когда в это время не найдет он в себе страха Божия, то напрасны все труды его Ибо если бы Господь наш Иисус Христос не врачевал прежде всех болезней человека, для которого пришел на землю То, может быть, не дошел бы и до креста Прежде пришествия Господа во плоти человек был и слеп, и нем, и расслаблен, и глух, и прокажен, и хром, и умершлен всеми противоестественностями Когда же он сотворил милость и пришел к нам, то воскресил мертвого и сделал хромого ходящим, слепого зрячим, немоговорящим, глуховослышащим И восставил человека нового, свободного от всякой немощности И тогда уже взошел на крест И повесили с ним двух разбойников, из которых бывший по правую сторону прославлял его и молил его, говоря, помяни меня, Господь, во царстве твоем А бывший по левую сторону злословил его Это вот что означает Прежде возникновения от нерадения ум бывает заодно с вражескими силами Когда же Господь наш Иисус Христос восставит его от нерадения его и даст ему прозреть и все ясно разлететь И он, возможно, таким образом зайти на крест Тогда вражья сила начинает засловить его с тяжкими словами, с таянием, что Может быть ум, расслабнув через это, отступит от трудов и возвратится опять к прежнему нерадению Таково значение двух разбойников, которых Господь наш Иисус Христос разлучило подружество друг с другом Из которых один злословил его, в надежде, что, может быть, отторгнуть его от надежды его А другой не переставал умолять его, пока не услышал Ныне же будешь со мною в раю Этот явился похитителем и рая и вкушает теперь от древа жизни Дети Опять сказал о святом причащении, что его называют соединением с Богом Но если мы побеждаемся страстями, гневом, или завистью, или человекоугодием Или тщеславием, или ненавистью, или другой такой страстью То далеко мы от Бога Где же у нас соединение с Богом? Когда вы совершаете свои службы, молитвенные последования И по совершении их в сердце вашем подвигается какая-либо из этих помянутых страстей То напрасно все труды ваши Бог не приемлит их Некто из старцев сказал ему Почему же они не толкают очень? Может быть, в дверь милости Божья, чтобы плод был от молитвы Старец сказал Когда дождь не спадает на землю засемененную Тогда она дает произращение А когда она не засеменена, то как дав произращение? Если кто потрудится извергнуть из сердца своего неестественности То есть страсти То они уже не движутся в нем Бог хочет, чтобы человек был во всем ему подобен Для того пришел он на землю и пострадал Чтобы изменить наше ожесточевшее естество И отесь желание наше и наше ложное знание Возобладавшее душой наше Бессловесные животные сохранили свою природу А человек природу свою изменил Как теперь подчиняется скот человеку Так должен всякий человек подчиняться ближнему Ради Бога Ибо на это пришел Господь Смотри же, сколько скот превышает тебя Опирающегося на мнимое знание свое Почему? Если я пожелаю прийти в естественное состояние То как скот не имеет ни воли своей, ни знания Так должен и я делать не только в отношении к тому, кто со мной есть Но и к тому, кто идет против меня Ибо такова воля Божия Кто хочет вступить на покой келейный И не быть олихаинством, но вражесством, вражьей силой Не быть ее добычей Тот отстраняется от людей во всем Обезопасивает Обеззабочивает себя относительно их Не входит в их дела Чтобы не порицать кого Не хвалить, не оправдывать, не ублажать Не высказывать его правоту Не опечалить его чем Не внимать его недостаткам Не оставлять в сердце своем Оста враждебного против него помышления И не губить, не тратить ведение своего на неразумевающего И воли своей на неразумного Тогда познаешь самого себя и поймешь Что вредно для тебя Надеющийся на праведность свою и волю своей Держащийся, не может избежать вражеского Ни покой найти, ни увидеть, чего у него не достает И когда изыдет он из тела, трудно ему найти милость Конец за всего Богу присидеть, о нем помышлять, к нему привлекляться И о убогождении ему заботиться Всем сердцем, всею силою иметь ко всем милосердие Плакать и молить Бога о помощи И милости его Опять сказал относительно учения ближнего Заповедям Божьим Почему знаю я, что принял меня Бог Чтобы сказать другому, сделай это или то Когда я сам под покаянием нахожусь по причине грехов моих Ибо человек когда-нибудь в патре находится под покаянием И не можешь ты иметь твердого удостоверения об участи своей, пока не познаешь, что совершилось в тебе отпущение грехов твоих Признаком же этого служит то, если ничто из того, в чем согрешил ты, не движется в сердце твоем Или если когда говорится о тебе о том, а ты не узнаешь даже, что бы такое было, то явно-то совершилось на тебе милость Если же это живет еще в тебе, подавляй-то и плачь о том Ибо страх и трепет и мука смертная Беззаботно быть об этом, пока предстанешь к престолу Божию Если кто попросит тебя поучить его чему, и ты, придав душу свою на смерть, скажешь ему Как может он освободиться от того, что гнетет его А он опять придет к тебе, тоже говоря, и нисколько не успев в том, что ты сказал ему То явно, что он не исполнил того делом Почему? Отстань от него, ибо он умерщвляет душу свою То велико для человека, чтобы он оставил свою правду, о которой думает, что она по Богу есть И соблю слово того, кто учит его по Богу Вот и человек Божий, Авва Нестерой, который видел славу Божию, имея живущим с собой сыновей, сестры своей Никаких не давал им приказаний Но каждый восставил на свою его волю, не заботясь о них, хороши ли они были или худы Так же Акань и Авери говорили, кто научил их делать то или это Когда не было еще ни закона, ни писания Конечно Бог, потому что если Бог не научит человека, напрасно трудится он Сказал опять Ибо хотя бы ты услышал малость некую Есть великое разорение души Почему? Всякий раз, как учишь близнего своего, сделай это или то Так, помышляя о себе и думая, что ты, взяв лом, разоряешь свой дом, желая устроить дом его Опять сказал горе душе согрешившей после святого крещения Такой человек не может без опотности быть о себе, находясь под покаянием Пал ли он телом телесные грехи, или украл, или в какой из прочих грехов поскользнулся Или окон на тело взвернул страстно, или съел что тайно, осматрив, чтобы не увидел кто Или, когда другой положил свой милотари, монашеская одежда Ты полюбопытствовал, что есть в нем, ибо поступающий так поносит Иисуса Тогда некто спросил его, неужели так важно это дело, отче? И он сказал, как прокопавший стену и взявший деньги, прельщен врагом, так им же прельщен и этот Ибо кто того победил, тот же победил и этого И в малых вещах побеждаемый, побеждается и великий Если человек сотворил силы великие, исцеление и разымеет все знания Пусть и мертвых воскресит, но коль скоро впал он в грех, не может быть беззаботности о себе Потому что состоит под покаянием Так же, если он много несет покаянных трудов, но увидев кого-либо во грехе или в нерадении пребывающих Уничижит его, напрасно все покаяние его, так как он отринул член Христов Осудив его, а не оставив суда судьи Богу Опять сказал, все мы как во врачебнице находимся, один болит глазами, другой рукой И у того другой член, одна из немощей Бывает, что иные раны уже залечены, но если съешь что-либо из вредного, они опять раскрываются Так бывает и состоящими в покаянии Когда он осуждает или уничижает кого-то, то опять разоряет свое покаяние И в тех, которые лежат во врачебнице в разных болезнях, если один кричит по причине своей боли Другой кто скажет, что ли, что кричишь? Не всякий ли о своей болезни помышляет? Так если бы боль грехов моих была у меня перед глазами, не стал бы я смотреть на другого, грешащего Подобно как из лежащих во врачебнице у врача, каждый остерегается съесть что, могущее разберегить рану его Горе душой не хотящей избегать всякого греха Много ей скорбей от врагов, завидующих ей и идущих против нее Почему она имеет нужду в великом долготерпении и благодарении за все? Так, когда народ израильский был в Египте, все пили и ели вдоволь Работали, однако, шфараону, как рабы Но, когда Господь послал им помощь, то есть Моисея, чтобы он освободил их от фараона Тогда подпали они тяжелым трудам и чувствительным прискорбностям И Моисей при всех язвах, какие Бог навел на фараона, все еще не дерзал с уверенностью говорить об избавлении их от пагубы Пока не пришло время, и Бог не сказал ему, еще одну язву наведу на фараона И ты скажешь ему, отпусти народ, иначе я поражу первенца твоего Тогда, наконец, воспринял дерзновение Моисея и сказал ему Бог Скажи слова мои в уши людям, чтобы каждый выпросил у соседа и жена у соседа сосуды серебряные, золотые и одежды Некоторые из этих вещей потреблены потом на сооружение скиньи После сего Ава сказал Вот что говорят о всем старце Сосуды серебряные, золотые и ризы – суть чувства, работающие врагу Означает же сказанное то, что если человек не исторнит их от врага Чтобы они плод приносили Богу, покров упокоения Божия не не зайдет на него Если же исторнит их от врага и принесет ими плод Богу, то покров Божий придет на него И облако не осенил скиньи, пока она в чем-либо недостаточа стала Но когда кончена была совершенно, тогда осенил Так было и на храме, устроившемся после того, пока чего-либо недоставало в нем Не осенило ее облако Когда же был он совсем кончен, и были внесены в него кровь и тупь все сожжение И Бог обонял благоухание, тогда облако осенило этот дом То есть, пока не возлюбит человек Бога всей силою своей, всем помышлением своим И не прилепится к нему всем сердцем своим Покров упокоения Божия не придет на него Сказал опять Если ум, прежде чем чувства, пристанут немоществовать, работать с простям Захочет зайти на крест То гнев Божий приходит на него за то, что начал дело выше меры своей Не уврачевав чувств своих 24. Если миазмы, зловония, страстей действуют в тебе И ты сочувствуешь им, и содействуешь тому, что порождает их А не печалишься об этом в болезни сердечной То это ниже естества Адаму 25. Если сердце твое победило грех и отвратилось от того, что порождает его И ты положил муку адскую пред собою И желая иметь всегда сопребывающим тебе единого помощника своего Ничем не оскорбляешь его Но в плаче перед ним говоришь Дело твоей милости есть избавить меня, Господи Сам же я бессилен избежать из рук врага без твоей помощи А при этом внимаешь и сердце своему, чтобы не опечалил, научающего тебя по Богу То это будет по естеству Иисуса, и Он сохранит тебя от всякого зла Аминь Слово девятое Заповеди отрекшимся от мира Если ты отрекся от мира и предал себя Богу на покаяние Не попускай по мыслу своему смущать тебя скорби Относительно прежних грехов твоих Якобы они не прощаются тебе при этом Но опять, не неради заповедя Господа Потому что иначе Он не простит тебе и прежних грехов твоих Вот что соблюдай даже до смерти И не понебреги об этом Не есть вместе с женщиной Не иметь дружбы с сильнейшими Не ложиться когда-то юн С кем-либо на одной рогожи Кроме брата своего Иаву И это со страхом, а не с небрежением Не небрежь себя очами своими И когда облекаешься в одежды свои Если будет нужда вина Принимай до трех чаш И не нарушай этой заповеди ради дружбы Не жили в том месте, где ты нагрешил перед Богом И не роди от службы своих молитв Чтобы не впасть в руки врага своего Понуждая себя получать в псалмах И это сохранить тебя от пленения миазными страстей Возлюби всякого озлобления плоти И смиряться с страстью твоей Возлюби смирение, но покрой тебя от грехов твоих Не будь любопрителен, чтобы не вселилась в тебя вся лукавство Помышляй каждодневно Только нынешний день имею я провести в этом мире И не согрешишь перед Богом Не унывай, не скучай ни при каком труде Чтобы не вторглись в тебя воздействия у врага Понуждай себя на поучение, чтение и богомыслие И покой Божий придет к тебе вскоре Ибо как развалившийся дом вне города Бывает местом зловония Так душа ленивого, новоначального Бывает вместивящим всякой бесчестной страсти Понуждай себя на многие молитвы со слезами Может быть Господь помилует тебя И совлечет в тебя ветхого человека, грешащего Сдружись с следующими делами Трудом, бедностью, странничеством, озлоблением плоти и молчанием Ибо от них рождается смирение А смирение приносит прощение всякого греха Двадцать четыре Силень же есть благие владыка наш Бог Даровать нам силу и познать должное И сотворить, да обрящий милость со святыми Соблюдающими заповеди его Аминь Святому Петру апостолу показал Бог Что не должно ни одного человека почитать Скверным или нечистым Деяние десять Поскольку осветилось сердце его То свят стал пред ним всякий человек А у кого сердце в страстях Перед тем никто не свят Но по страстям, которые в сердце его Думает он, что и всякий человек таков же Даже когда скажет ему кто-то Такой-то добрый человек Он тотчас разгневается на это в сердце своем Остерегайтесь же уничижать Кого не только устами, но и в сердце своем Пока не родит человека себе самом Да то ли думает в сердце своем, что он друг Божий Когда же освободится от страстей Сыдится возвести очи свои на небо перед Бога Видя себя крайне отдаленным от Бога Человек некий имел двух рабов И послал их на поле свое Жать пшеницу Приказал, чтобы каждый из них Нажал в день по семи ставок Вроде крестцов или куч Один из них всю силу употреблял Чтобы исполнить повеленный ему господином его Но исполнить не успел Потому что дело то превышало силы его А другой, отчаявшись к успеху В умении сказал себе Кто может сделать такое дело в день? И, презрев повеление господина Не заботился о деле, но лег спать И то зевал, то спал То поворачивался сбоку на бок Как дверь вертится на пике своей И так весь день потратил попусту Когда настал вечер, пришли они Господину своему И он, рассуждая обоих Признал дело старательного слуги Достойным одобрением Хотя он не успел вполне исполнить повеленного А ленивого не родился И знал из дома своего Так и нам следует Не падать духом ни в каком труде И ни при какой скорби Но употреблять силу свою Работая от всей души И веруя, что Бог примет нас Наравне со святыми своими Надлежит же всякому человеку Многие творить молитвы перед Богом В великом смирении сердца и тела Не считать себя сделавшим, что доброе Ни в каком деле своем не верить по хвалам Не оскорбляться укорами Помнить о грехах своих Мирным держать сердце свое С врагами своими И не позволять горькому слову Выйти из уст своих Чтобы сказать его им И укорить их Даже перед людьми Безными друзьями своими Конец всего Долженствует монах Заключить все двери души своей И хранить все чувства свои Чтобы она не палать людьми И оберегать себя от тех Которые приносят ему мирские речи Блаженцы довольствуются Своими грехами То есть сознанием их И оплакиванием Не любопытствуя о чужих Слово 11 О зерне горчичном Есть таинство в слове О зерне горчичном Как сказали отцы Чтоб возбудить нас И следовать значение его Судя по тому, что о нем написано Подобно царству небесное Зерну горчичному Который взял человек И посеял на поле своем И хотя оно Малейшее из семян Когда же возрастет Бывает больше всех злаков Превращается в дерево Так что птица небесная Прилетает и скрывается В ветвях его Таково зерно горчичное Таковы добрые свойства его И Господь выставляя их Желает Чтоб человек подражал ему Во всем его Во всем, что сказал о нем Сказав, что оно Малейшее есть от всех семян Он внушает нам Смиренно мудре Чтобы мы ставили себя Ниже всякого человека Говоря, что оно Стало совершенно Возросло Напоминает о кротустве Долготерпении Что оно огненного цвета Напоминает о чистоте Чтобы не иметь Никакой скверного плоти Что внутреннее его горько Внушает ненависть к страстям Ибо горько тем Которой желает мира Что приятное действие Его на вкус Не обнаруживается Если не разжевать его И не растереть Это говорит о злострадании О злоблении плоти Лишениями Когда кто растирает его Оно кусает глаза Это напоминает О прискорбности делания Или подвижнических трудов Употребляет его На то, чтобы намазывать им Горчицу из него А мертвелые члены Чтобы они не попортились Уразумеем же значение его И будем последовать свойствам его И члены свои, повредившиеся Намажем им Чтобы не попортились И не закишели червями Ибо это и есть Вочеловечивать Воображать в себе Господа Иисуса Чтобы заботиться По силе нашей Настроить себя для него По нему По свойству горчичного зерна Испытывая себя самих От зерна ли он Его есть мы Или нет От устроения ли его И смиренное сердце его От тертости ли его Порошок От горькости ли его От вкуса ли его Милости же Божией Есть дело Исполнить нас силой на это По воле его И его слава Отца и Сына и Святого Духа Во веки Аминь Слово двенадцатое О вине Таинство вина Оно есть образ Человеческого естества Или человека Желающего встретить Бога Угодить Богу Или того В чистоте Соблюдающего дело свое целым Чтобы Бог принял Его дело с радостью Сосуд для вина Бывает осмолен Надлежащим образом Это есть образ Непорочности тела Во всяком члене Своем здравого И чистого От срамых страстей Ибо невозможно Работать Богу Тому Кто работает Какой-либо Их в нас Ибо они мешают Человеку в деле покаяния Вино в начале Образования свое Преображивает Это образного Началия Которое метется Бродит Пока не размужает И не остепенится Вино не делается Настоящим вином Если не положить В него гипса Равно как и закваски В меру Так его на начале Невозможно преуспеть Оставаясь на своей воле Если оно не примет От отцов своих По Богу Закваски Если они не укажут Ему пути И не поведут по нему Пока не дарует ему Бог самому Видеть его Вино оставляют в доме На месте где его делают Пока оно не отстоится Так и без безмолвия За страдания И всякого по Богу труда Невозможно Но в начале И прийти в состояние Прочно Благонастроенное Если оставить вино С зернами Или ветками То оно будет кислое Так и ново начале Если будет вращаться Среди сродников По плоти Или среди других людей Несущих одного С ними делание И подвижничество Теряет тот нрав Какой приняла От отцов своих По Богу Налагает на вино Землю Чтобы не выветрилось И не пропало Так и ново начале Если не стяжет Смирение во всем Все труды его Напрасны Если часто Отведывать вино Оно выветривается И теряет свой вкус То же самое Часто бывает С человеком Который выставляет На вид дело свое Ибо в таком случае Тщеславие Сгубляет Все дело его Если оставят Сосуд с вином Открытым Ненавистные Комары Губят вино Так многословие Шутки И суесловие Губят благонастроение Иноков Если оставят Вино на ветре То это губит Его вид И вкус Так гордость Губит Всякий плод Человека Прячет вино В подвалах И покрывает Крепко-накрепко Так прячет И укрывает Труженика Божия Безмолвие И ни во что Себя вменение Во всяком деле И невозможно Человеку Сохранять Труда своего Без всего Безмолвие И ни во что Себя вменение Все такое Делать с вином Пока не окажется Оно угодным Делателю своему И оно порадуется Плоду своему Он Все такое Должен делать Человек Пока благоугодным Не явится Дело его Перед Богом И как невозможно Поверить на слово Каково вино Если не открыть его И не отведать Так невозможно Человеку Дерзновение Возыметь Сердце своем И не бояться За себя Пока не предстанет Он пред Бога И Бог не признает Дела его Дело совершенным И как если сосуд Начнет просачиваться Вино вытечет на землю Прежде чем узнает Об том хозяин его Если он не родив Так мало и ничтожное Какое-либо дело Недолжное Губит плод человека Если он не родив 16 Употребим же силу Свои братья мои Чтобы соблюдать Себя от всего Вредоносного для нас И милость Господа И благодать Дадут нам Дерзновение В день Он сказал Сказать По немощи нашей Мы употребили Труд соблюсти Что внушало нам Совесть Но сила на то Твоя есть И милость И помощь И покров И прощение И терпение Ибо кто я До сели был я В руке злых От которых Ты спас меня И ничего не имею Дать тебе Грешен я И не достоин Даров твоих Но ты сохранил Меня от руки Врагов моих Ты Господь мой И Бог мой И твоя есть Слава И милость И покров И помощь И держава Во веки веков Аминь Слово 13 О подвязавшихся И совершивших подвиг Свой добре Вот знамения Какие сотворил Господь Иисус Прежде чем Зашел на крест Шерфик говорит Возвестили Иоанну Что видели и слышите Слепые прозревают Хромые ходят Прокаженные Очищаются Глухие слышат Мертвые воскресают Нищие благовествуют И блажен Кто не соблазнится О мне И так много знамений Какие сотворил Господь Иисус Но нам належит Ведать Что каждая из них Кроме буквального Имеет Иносказательный смысл Что слепые прозревают Вот что значит Внимающие надежды Мира этого Слеп Если же он Оставив ее Вперед взор В ожидаемую надежду То он прозрел Равным образом Хромые ходят Значит вот что Желающий Бога И любящий Клотские Мудрования Сердца Хромой Но если он Оставит эти последние И возлюбит Бога От всего сердца своего То он начнет ходить Право Таким образом опять Глухие слышат Вот что есть Находящееся состояние Рассеяния В развлечениях Живущих Глух есть По причине Пленения его Внимание внешними вещами Изобвения должного Если же он Упразднится от всего То станет слышать И это Прокаженный Очищается Вот что есть В законе Моисея Написано Да не в ней Дом Господа Не чистый То есть имеющий Вражду к ближнему Или ненависть Или зависть Или осуждение Если же Кто оставит Это То и он Станет чист Три И так Когда прозрит Слепой Станет ходить Хромой Слышать Глухой Очистится Прокаженный Тогда человек Бывший мертвым Через сие Через означаемое тем Нравственное повреждение Во времени родения Восставляется И обновляется И потом Благовестует Чувствами своими Которые Скудны были Святыми добродетелями Что он Прозрел Стал ходить И слышать И очистился Оправдание Такого Представить Ты должен Крестившему Тебя Вот что Есть крещение Злострадание Озлобление Плоти Со смирением И безмолвие Ибо Иоанне написано Что одежда Была его Из верближих волос И пояс Ременная Паятал Чвесло Его И был он В пустыне Это Есть знак Злострадания Он Первое Отчищает Человека Оно И если Кто Потрудится Приобретает Его А когда Приобретет Его себе Тогда Открывает Себе Путь Зайти на Крест Крест Знамение Будущего Бессмертия Заключив Прежде Устав Фарисеям И Саддукеям Саддукея Представляет Образ Неверия Фарисея Вселукавства Лицемерия И Тщеславия Как написано И Никто Не смел Его С этого Времени Спрашивать Его Наконец Постал Господь Петра Иоанна Уготовать Пасху Это Образ Того Что Когда Ум Увидит Себя Ничем Необладаемым То Приготовляется К бессмертию Собирая Чувства Своего Едина И Делая Их Единым Телом Через питание Причащением От Господа Опять Что Иисус Молился Говоря Если Возможно Да Мимо Идет Чаша Сия Час Сей Это О нас Слово Ибо Когда Ум Вас Хочет Зойти На Крест Имеет Нужду Во Многой Молитии И Многих Слезах И Во Всецелом Придании Себя Богу Простя Помощи Ублагости Его Да Будет Она Укрепительницей И Хранительницей Его Пока Не Восставят Его Во Святом И Не Остудевающем Обновлении Потому Что Великой Бывает Опасность Час Креста Молясь А Имеет Он Нужду Чтобы С Ним Были Петр Иоанн И Яков Которые Суть Вера Здравая Мужественная Отупование Сердца И Любовь Любовь